Прославленные в советские времена воры в законе уже в могиле или отбывают наказание в тюрьме. В большинстве случаев они получили огромный срок или пожизненное заключение под стражу. Новое поколение законников заметно отличается. Таким образом воров в законе старой советской закалки осталось немного. Одним из таких является 64-летний украинский вор Сергей Лысенко, он же Лера Сумской. Лысенко Сергей Иванович родился в городе Сума, располагающемся на северо-востоке Украины, 31 августа 1954 года. В возрасте 18 лет он уже получил первую судимость, а в 1972 году его арестовали на два года. В тюрьме молодой человек познакомился с жизнью по понятиям. С тех пор он стал всегда придерживаться воровских традиций. В тюрьме Лысенко пользовался уважением у сокамерников. Позже к нему стали обращаться за разрешением конфликтных ситуаций, даже те люди, которые были на несколько лет старше его. Вторая судимость не заставила себя долго ждать. Второй раз преступника осудили за совершение разбоя в колонии на 6,5 лет. В 1979 году он наконец-то вышел на свободу, но, как и подобает бандиту старой закалки, пребывал на ней недолго. В 1980 году его ждало очередное отбытие наказания сроком на 3 года, а затем еще на 3, в 1988. К 39 годам у Лысенко уже был большой стаж пребывания за решеткой. Сокамерники прозвали его Леры Сумским. К тому времени он уже мог стать влиятельной персоной в родном городе, всегда стойко придерживался воровских традиций. Несколько раз организовывал акции неповиновения в Харьковских и Львовских следственных изоляторах и колониях. За это его ждала заслуженная награда. В 1993 году его наконец-то короновали воры в законе. Коронация происходила в ресторане «Вечерницы», расположенном в Сумах. В 90-е, как и многие авторитетные бандиты, он начал заниматься вымогательством. Он действовал при этом в одиночку, находил успешных предпринимателей и заставлял их платить регулярные взносы. К тому моменту он смог уже стать влиятельной персоной на Украине. Поэтому мало кто мог ему сопротивляться. В мае 1998 года Лысенко осудили за вымогательство на 7 лет. После 6 судимости Лере Сумскому впервые удалось оставаться на свободе более 3 лет. Большую часть этого времени он проживал в Москве, где организовал деятельность с влиятельными столичными персонами, а также стал основателем регионального общака. В этот период он сумел закрепить за собой статус одного из самых влиятельных воров на территории Украины. Периодически он возвращался в Сумы, где развивал нелегальный бизнес. Во время одной из поездок он был задержан сотрудниками местной полиции, но у следствия не оказалось доказательной базы для предъявления обвинения. Поэтому через несколько дней его освободили. Это не остановило Лысенко. Он начал подминать под себя коммерческие объекты, небольшие фирмы, торговые точки и парковки. В 2007 году за это на него наехали сотрудники УБОПа. Сразу же после этого он окончательно переехал жить в Москву и уже в столице продолжил свой криминальный путь. Стоит заметить, что Лысенко смог неплохо наладить связи с преступным миром. Его соратником стал Андрей Недзельский, он же Неделя, Юрий Пичугин, он же Пичуга, и Алексей Сальников, он же Леша Краснодонский. Вместе с ними он приходил на сходки, во время одной из которых в 2012 году он был задержан, но позже отпущен. Получив предупреждение от сотрудников правопорядка. То же самое с ним происходило и ранее. В то время, как он праздновал свой день рождения в 2008 году в киевском ресторане, а также в 2009, но уже в киевской гостинице. По неофициальным данным, в настоящее время Лера Сумской продолжает крышевать развлекательно-досуговые центры, коммерческие фирмы и заводы по производству водки. Бытует мнение, что он также причастен к торговле наркотическими средствами и оружием. После смерти Мамеда в 2011 году влиятельность Лысенко на территории Украины возросла, что положительным образом сказалось на развитие преступной структуры. Бытует мнение, что он контактирует с правоохранительными органами чиновниковой, что помогает ему избегать наказания. Но это всего лишь слухи.